Я думаю, что, может быть, в пол пару мы уложимся, если чуть больше, то все равно не так страшно. Окей. На чем мы закончили в прошлый раз? Мы рассматривали разные методы характеристикой сегментации изображений, прошлись от самых простых, типомагической кисточки, чуть более сложные интеллектуальные ножницы, затем разрезы графов и модификации разреза графов, например, метод грэмкап. Метод грэмкап используется до сих пор, и можно сказать, что и сейчас это один из лучших методов сегментации изображений интерактив. Его умение сегментировать объекты, выделив просто прямоугольные рамочки, активно используется. Например, для чего? В одной из следующих лекций мы увидим следующий пример, что нам нужно уменьшить область обработки изображения. Например, мы хотим определить позу человека. Мы можем что сделать? С помощью грэп-карта обрезать часть фона, и тогда положение конечности людей будет ограничено уже не прямоугольником, а областью сегментации. Эксперименты показывают, что в большинстве случаев, если мы применяем грэп-карта к ограничивающему объему прямоугольника, то метод работает консервативно. Он съедает меньше фона, не съедает не весь фон, но не откусывает части человека. Почему грэп-карта? Хороший вопрос. Да, я так на вскидку и не скажу. Почему нам назвали грэп-карта? Ну, наверное, потому что опять же смысл тех методов схватить объект из изображения и засунуть его куда-то еще. Но при этом нам не можно что-то рисовать, мы просто схватили, сказали, хватаем вот этот объект и все, теоретически. Но хороший вопрос, надо посмотреть, почему. Грэп-карта, если я запишу, в следующий раз скажу. Статья так называется, грэп-карта, какой-то интерактивный метод. После этого мы... Прошу сказать, что если просто ко всей картинке применить грэп-карта, то хорошо, по-моему, да? Ну, как здесь на ребенке? Здесь очень хорошо видно, но смысл в чем? Для большинства изображений, если мы возьмем в качестве рамки ограничивающий полноугольник объекта, например, мы применили метод детектирования пешеходов. Он нашел пешехода, выделил его рамки. Мы теперь хотим решить более сложную задачу. Определить, где какие части тела пешехода находятся. Где руки, где ноги, где ладони и так далее. Если прямоугольная рамка детектора дает нам некоторое ограничение на возможное положение частей, они могут быть только внутри этой рамки. Но это все равно достаточно большое количество вариантов. Одной из задач является уменьшить число вариантов, тогда мы отработаем быстрее. И вот эксперименты показывают, что для большинства обычных фотографий, на которых срабатывает детектор, если мы к этой рамке применим метод гриб-гад, тогда часть фона внутри рамки будет отрезана, и в то же время либо совсем не пометится как фон часть человека, либо, по крайней мере, очень малая доля человека уменьшится. Поэтому количество всевозможных положений для конечностей уменьшается, и определение позы тела работает лучше. В некоторых других случаях гриб-гад тоже можно применить. Об этом поговорим еще. Затем, как мы сказали, для того, чтобы можно было интегрировать изображение в новый фон, нам нужно получить мягкую карту, которая будет учитывать плавные переходы на границах объектов. Это можно делать с помощью как раз методов монтирования, которые основаны на том, что мы считаем, что пиксели на размыте границ представляют собой какую-то комбинацию цвета объекта и цвета фона. Мы каким-то образом моделируем цвет фона и цвет объекта и находим прозрачность, как коэффициент смешения цвета фона объекта, цвета объекта и цвета фона. Есть много методов, как именно вычислять эту комбинацию. От простых до достаточных сложно. Я дал ссылку на обзор. Затем мы посмотрели, увидели, что если просто применить методовое монтирование, то границы объекта получаются достаточно рваными. Во многих случаях хотелось бы уточнить границу, сделать ее более гладкой, возможно, потеряв физическую коррекцию. Это можно сделать за счет того, что сглазить границу, представив ее каким-нибудь сплайном, например, полинолом. А для того, чтобы учесть некоторые поражания вдоль границы, мы сглаживаем параметры нашего полинолома с помощью динамического программирования и получаются плавные переходы между соседними точками границы. При этом, к сожалению, у нас могут потеряться волосы рядом с шерстным животным, если мы установим слишком сильный параметр сглажа. То есть, если нам требуется сгладить, то у нас граница может получиться излишне резкой. Если мы ослабляем похожесть соседних точек границы в решении задач динамического программирования, то мы можем вот установить такую шерстку. Окей. После того, как такую мягкую сегментацию мы получили, мы можем аккуратно встроить наш объект в новое изображение в новый фон. Окей. Перейдем дальше. Что мы не успели рассмотреть в прошлый раз? Бывают ситуации, когда мы хотим склеить несколько изображений, но по каким-то причинам точно сегментировать объект у нас не получилось. Или это слишком сложно, или просто мы еще не знали, как это делать. Например, если мы хотим синтезировать какую-то новую текстуру из нескольких фрагментов. Например, у нас есть один фрагмент текстуры, и второй фрагмент текстуры. Мы хотим их склеить между собой. Самый простой вариант – это сделать так называемый федеринг. Я не знаю, как это по-русски перевести. Идея очень простая. Построить плавный переход, практически линейный, от пикселов, плавный переход коэффициентов. То есть выделить некоторую полосу смешения. В начале этой полосы значение коэффициента прозрачности ставится единицей, то есть целиком берутся значения цветов или яркости из одного изображения, и никакого вклада второго изображения. Коэффициенты линейные меняются таким образом, что на правой границе полосы наоборот уже единицы для одного изображения, но и для первого изображения. Получается такое плавное смешение. Можно поставить следующий простой эксперимент. Взять пару изображений и варьировать размеры полосы, по которой происходит смешение. Вот если полоса будет очень широкой, вот как здесь, например, то у нас изображения с правой картинки превращаются в такие признаки. Мы видим их следы. Если полоса будет слишком узкая, тогда переход будет слишком резкий, и выглядит не очень хорошо. Однако есть некоторая ширина полосы, для которой шивка, левое и правое изображение выглядят натуральнее всего. С одной стороны там нет таких больших признаков, призраков, а с другой стороны вроде как и переходы достаточно резкие, и в то же время есть некоторая плавность перехода. Варьируя разную текстуру, можно увидеть, что оптимальная ширина полосы зависит от размеров текстуры, то есть от размеров структурного элемента, который используется при построении текстуры. То есть фактически зависит от частоты сигнала в изображении. На основе этой идеи придумали следующий метод шивки изображения. Думаю, его достаточно давно, на основе пирамид изображения специального вида, называемого пирамидой Лапласа. Что это такое? Пирамиды Лапласа – это фактически разложение изображения в серию изображений, каждое из которых содержит в себе информацию изображения только в определенной частоте. Как можно серию таких изображений построить? Возьмем, построим серию изображений, последовательно сглаживая фильтр Гаусса. Возьмем изображение, разноем его, разноем еще раз, и так будем делать несколько раз. Затем вычтем из первого изображения второе, из второго третье и так далее. Что у нас получится? Фильтр Гаусса является фильтром низкой частоты. Он убирает изображение всю информацию о высокочастотных компонентах. Поэтому, если мы вычтем из изображения его сглаженную версию, то в изображении останется только информация, соответствующая убранным с помощью фильтра Гаусса частоты. Соответственно, если мы вычтем из исходного изображения его сглаженную копию, то останется самая высокочастотная информация. Если мы затем из сглаженного изображения вычтем сильнее сглаженное, то останется следующая полоса частот. То есть, тоже высокочастотная информация, но для этого уже изображение. Так мы делаем несколько раз, и у нас получится серия изображений, в каждом которых информация только в определенной полосе частоты. Фактически, получается такая пирамида изображений. Что мы можем делать? Мы возьмем некоторую полосу, подберем ее по ширине таким образом, чтобы для данной полосы шивка была визуально подходящей, и будем использовать эту полосу для разных уровней пирамиды. То есть, высокие частоты будем смешивать между собой, низкие частоты будем смешивать тоже между собой. Поскольку мы зафиксировали некоторую полосу, то что у нас получается? Для каждого слоя изображения, чем меньше разрешение изображения, одну вещь, другая, поскольку у нас здесь информация всего более низкой частоты, то мы можем каждый слой хранить не в изображении исходного разрешения, а в уменьшенном изображении. Сделаем именно так. Здесь получится, что для самого верхнего уровня пирамиды, то есть, в котором только низкочастотная информация, относительная ширина полосы будет очень большой. Для самого низкого уровня, где сигнал не более высокий, полоса будет самая низкая. И сошлем это. Вот что в результате у нас получится. Вот пример шивки изображения через пирамиду Лапласа, в котором с одной стороны у нас имеется яблоко, с другой стороны у нас имеется апельсин. Вот в середине получился гибрид. Разумеется, такая шивка произошла визуально хорошо, потому что на линии разделения очень резкие границы, то есть, встречаются в изображении контур объектов, они практически совпадают. Если бы у нас было апельсин существенно больше, чем яблоко, то есть, в районе шивки мы бы обнаружили такой плавный переход. Тем не менее, в самом фрукте видно, что происходит такой плавный переход. Текстура постепенно исчезает, и четкие границы незаметны. Вот так это выглядит с точки зрения пирамиды Лапласа на несколько корней детализации. Вот самая высокочастотная информация. Вот предметов перехода для яблока, здесь текстура для апельсина, и вот результат шивки из каждых этих слоев. Когда мы их обратно скомбинируем, реконструируем изображение из пирамиды Лапласа, у нас полностью вот вкладки гибели. А можно еще спросить? Этот размер... Полосы? Да, полосы. Мы его выбираем на самом первом уровне, а потом уменьшаем последовательно? Мы его не уменьшаем, мы его фиксируем. А, масса? Да, получается, что размер полосы в пикселах одинаковый, но поскольку там для второго уровня относительный размер этих полосы два раза больше. То есть, как бы, на втором уровне изображения уже в два раза уменьшилось? Да, да. И полоса стала... Относительно в два раза шире, да. Так мы делаем это. Поэтому, чем меньше частота, тем шире полоса, потому что там... Ну, как это здесь видно. Здесь переходы уже совсем плавные, и мы вполне спокойно можем шить по широкой полосе. Использование такого метода позволяет во многих случаях избавиться от разлития. Вот здесь должно быть видно, что если мы просто лиминно сшили два изображения, то для того, чтобы картинка получилась более-менее приятной, нам приходится использовать широкую полосу. Из-за этого возникают плавные переходы и, соответственно, появляются призраки. Если мы выбираем серию полос, то тогда призраки существенно уменьшаются, и шивка получается гораздо лучше. Этот подход очень активно используется при шивке панорамы. Вот, соответственно, здесь можно посмотреть примеры. в шивке, где вначале у нас просто... Сейчас, разница, почему не получается. Это просто наложенные друг на друга фрагменты из разных изображений, которые образуют одну панораму. Без любых преобразований. Дальше мы применили цветовое преобразование к тем изображениям для того, чтобы уменьшить разницу в освещенности каждого участка. А затем применили для шивки вот такой многофорный блендинг через пирамиду Аплас. И у нас возникли более плавный переходе в некоторых местах, вот как здесь, и исчезли некоторые признаки. Получилось достаточно симпатичного дара. изменения яркости это наиболее низкая частота в изображении. Поэтому переход яркости сшивается по самой широкой полосе. фактически мы ушли от резкой границы к плавному изменению среднего уровня освещенности изображения. Поэтому если мы посмотрим цвет неба около солнца, то он такой же темный. Но вот по изменению яркости здесь у нас оказалось широкая полоса, внутри которой мы сделали плавные изменения. Поэтому мелкие детали границы облаков они сшивались по русской полосе. Облака здесь без призраков просто добавились. А добавился переход яркости за счет широкой полосы. Это очень затратный метод, да? Что? Потому что программа обычно в этот момент перерисает. Да. бесспорно. то есть в принципе если погонать что он делает? Нам нужно в зависимости от разрешения изображения нам нужно сделать построить гауссовую пирамиду. То есть до одного пиксела это все-таки перебор обычно делается несколько уровней. Затем это шить на каждом уровне и потом восстановить обратно пирамиду изображения. В целом да, действительно. Еще просто начальную ширину как выбираем? Это экспериментально на самом деле подбирается, но после того как мы увидели для частоты то есть это некоторый параметр алгоритма который есть. Ее можно в принципе вычислить сколько она пикселов должна быть вражи я просто не помню. На основе такого сглаживания пирамиды делают хорошее задание домашних студентов нужно сделать свои коллажки через влажную дается пара картинок дается область которую нужно вырастить из одного изображения и вставить на другое и нужно реализовать смешение пирамиде класса и в данном случае делают подобие фильмом Гильермо Дель Тор 2 с ладони и вот всякие моменты как-то будет весьма натурально в деле может быть лучше студенческие работы в кино то есть такой спецэффект он в принципе его можно сделать достаточно дешевым накалентным средством окей можно сделать упрощенный с одной стороны метод следующим способом вместо того чтобы строить целую пирамиду изображений мы разделим изображения на две составляющие высокие частоты и низкие частоты высокие частоты смешивать не будем просто возьмем границу фактически высокие частоты отвечают за мелкую текстуру изображения то есть например за рисунок травы низкие частоты будут отвечать за цветовые яркостные переходы вот в данном случае два изображения сшиты были друг с другом именно за счет таких полос вот вот сейчас здесь по-моему произошло некоторое уменьшение изображения то есть мы хотим выразить изображение часть объекта сейчас это у нас должна быть парнорама снята скомпонованная из двух изображений мы берем мы берем одно изображение и другое изображение соответственно берем низкие частоты и высокие частоты и затем смотрим какая разница при простом линейном смешивании и смешивании с таким двухпроходным вариантом в полосе смешения если мы сохранили высокие частоты и делали плавного перехода то все они сохраняются и если изображение подобно достаточно близко друг к другу то у нас в принципе нет необходимости делать многоложное смешение мы просто переносим текстуру поэтому визуальное замыливание изображения не происходит на основе такого упрощения сделали достаточно навороченный метод изображения который называется редактирование по полосоду почему оно так называется потому что оно устроено через решение уравнения по полосоду является наглядной демонстрацией применимости методов дифференциальных уравнений к обработке изображения смотрите как редактно получается у нас есть задача есть некоторое новое изображение куда нужно вклеить и у нас имеются объекты мы хотим строить эти все объекты в новое изображение причем хотим настроить так чтобы цвета плавно изменялись что будет если мы применим например сегментацию гребката для этих изображений и сделаем композицию мы может быть даже хорошо выделим животного и детишек но при строении мы увидим что детишки поскольку были сняты с одними условиями освещения то они будут выглядеть крайне неестественно что мы можем сделать вспомним что основная суть изображения это градиенты а для того чтобы строилось новое изображение хорошо нужно чтобы на границе где мы встраиваем объекты у нас цвет встраиваемого объекта совпал с цветом нового фото можем решить сформулировать это видео следующей задачи хотим построить такое новое изображение чтобы в нем поле градиента в нужной области совпадало с полем градиентов в исходном изображении но при этом чтобы цвета на границе были взяты из фонового изображения фактически эта задача направлена интерполяция нам нужно вычислить как бы выглядел цвет вот в этом изображении с тем же самым градиентом если бы мы цвета взяли с вот этой границы получили фактически уравнение дифференциальное уравнение у нас есть некоторая функция есть область нам нужно вычислить значение функции f в области омега таким образом чтобы градиент функции f совпадал с заданным а ограниченные условия были зафиксированы из нового фона это оказывается что решением такой системы уравнений является решение уравнения пуассона дивергенция функции f что гублосиан функции должен быть равен дивергенции градиентного поля v при совпадении граничных условий что значение функции f на границе области омеги совпадал с цветом взятом из нового изображения фактически со значением функции взятых изображений поскольку изображение у нас цветные функцию мы задаем независимо для каждого канала и решаем три независимых уравнений фактически интерполяции зеленого красного и синего каналов поскольку у нас не непрорывная задача дискретная то дискретизация привод к системе уравнений которые мы можем решить одним из численных методов например метод гаусс сдаваться в то как именно это делается мы не будем просто посмотрим результат что получается вот несколько весьма впечатляющих примеров вот те самые детишки вот как выглядит прямая вставка фрагментов изображений и вот результаты направлены интерполяции вырезать уже гораздо достовернее хотя и не идеально зеленей надо не отличить что по зеленей не отличить по зеленей не нужно линзе ну они же на зеленом фоне какие проблемы со встраиванием если мы посмотрим с увеличением на эти изображения чтобы смотреть с увеличением можно сделать вот так резкость да одна из проблем заключается в том что вот здесь мы видим переходы резкости потому что вот эти градиенты они были взяты из изображения животных они не соответствовали градиентам на новом изображении с детишками та же самая ситуация интересно что мы могли бы высокой частоты определить по левому уровню да вот посмотрим чуть позже посмотрим как с этим справляются тем не менее то есть чем эта идея хороша как мы ее можем модернизировать вот более усиленный пример плавности переходов с предыдущей картинки если мы хотим нанести на новое изображение какое-то рисон мы хотим сделать фотографию как будто бы на скальной живописи градиент функции f если мы напрямую применим метод по сону то что у нас получится в изображении из которого мы взяли градиенты никакой текстуры не было поэтому у нас получится очень сильно размытые изображения однако ничто нам не мешает по своему разумению модернизировать вот это поле градиентов очень простой вариант мы возьмем максимум из градиентов нового изображения которые изгибают текстуру и из градиентов шаблона в этом случае у нас сильные градиенты нашего рисунка останутся и к ним добавятся градиенты текстуры и вместо плавных переходов здесь мы наблюдаем достаточно сильных градиентов гораздо более проечный склей а чем C для отличается как что? C и D C и D были получены почему они рядом? дело в том что это два разных способа построения поля градиентов в случае C мы взяли среднее между градиентами отсюда и отсюда в этом случае мы взяли максимум если мы взяли среднее то у нас что получилось? текстура сохранилась но она ослабла а здесь текстура была исходная поэтому получилось более качественно разумеется метод бы не сработал если бы если мы немножко модифицируем наш символ если бы символ обвели в кружочек вот сильной линии то у нас уже возникла бы проблема почему? потому что вот здесь что у нас получается? у нас мелкая текстурка интерполирует от левого края изображения желтого до правого края изображения а если бы мы все ввели в кружочек то у нас получилось что началось все желтого затем уперлось в темно-синий и цвета на этой области были изменились а в треугольниче почему с этим на работе? ну они на самом деле здесь изменились если сравнить хотя тут достаточно удачный случай получился не так сильно изменились в принципе яркости здесь здесь цвета немножко отличаются мы можем что сделать? вместо того чтобы убрать градиенты из нового изображения мы можем брать градиенты из того же самого изображения но провести над ними некоторую операцию например мы можем эти градиенты усилить просто доножить на некоторое значение и получим увеличение контрастности объекта пусть на проекторе оно не столь впечатляющее как в картинке как на ноутбуке но в целом видно что по крайней мере вот эта область стала более контрастной чем здесь правда при этом сильнее проявляются шумы но с этим уже ничего поделать зато переход достаточно получился плавный если бы мы просто попытались повысить яркость или контрастность в этой области то у нас бы наблюдалось достаточно резкая граница тут тоже полосон применяется да здесь тоже полосон но только вместо того чтобы задать новые граничные условия мы берем граничные условия с того же изображения но меняем выгрыде как еще можно смешивать изображение друг с другом если в них наблюдается достаточно сильное движение вот что будет если построить панораму из серии фотографий точнее серии кадров видео снято с движущейся камеры в ней ехал грузовик пришел человек и как мы не склеивали у нас грузовик на разных кадрах встречается в разных местах поэтому при склейке он так размывается как если если у нас серии изображений как добиться того чтобы итоговая панорама и итоговая композиция была четкой под фундаментальных методами именно обработки изображения у нас задача есть несколько изображений мы хотим сделать композицию так чтобы добра картинка получилась четко смотреть добрую картинку если там частоты понижаются значит уменьшить влияние второй картинки оставить ну да вы взяли только из одной картинки да вот как бы фундаментальная идея такая что движущиеся объекты нужно брать из одного изображения то есть фактически нам нужно построить мозаику мы разобьем всю панораму на фрагменты каждый фрагмент скопируем из одной картинки и постараемся сделать 20 переходов то есть вот примерно таким способом здесь показано некоторое разбиение изображения на фрагменты каждый фрагмент копируется из своего изображения если мы так сделаем то мозаика будет очень гладкой точнее без этих призраков весьма четко как нам решить эту задачу вот в то же самое время что предложили гребкат буквально спустя два года после идеи разрезов графов предложили использовать разрезы графов для решения задачи поиска оптимальной линии соединения двух изображений задача получается такая у нас есть два изображения мы хотим их склеить друг с другом причем склеить так чтобы линия шивки была наименее заметна если мы просто их будем использовать вертикально линия шивки то границы у нас совпадать не будут и склейка заметна мы можем сформулировать задачу таким образом чтобы найти оптимальную линию разрезов вот как раз на решение этой задачи и направлено второе выложенное задание то есть нужно посмотреть как кто смотрел второе задание окей кто сделал второе задание поскольку эта задача бинарная то есть фактически эта задача похожа на задачу сегментации изображений нам нужно пометить часть пикселов ноликами часть пикселов единичками таким образом что пикселов с единичками берутся из одного фрагмента так чтобы на линии линии разреза проходила через как можно более контрастные области изображения от общей идеи для данной полосы по которой происходит склейка оптимальная граница будет проходить там где подкрасно красное ление то есть фактически она будет проходить вдоль объек таким образом и объекты целиком будут скопированы в мозаику здесь переходов уже переходы гораздо менее заметны лишь композиция получилась хорошей вот вот пример композиции двух таких изображений подмонтирование плота в новый водопад поскольку вода рядом очень гулящая фон абсолютно не соответствует и если бы мы не нашли точную границу то хоть пасона скорее всего была бы заметна такая аура между двумя изображениями если бы не правильно выделили границу с помощью композиции изображений ничто нас не ограничивает в том что мы должны склеивать только два изображения мы можем последовательно брать много изображений и склеивать их друг с другом строя из фрагмента большую текстуру при этом если мы хотим мы знаем что то что мы сфотографировали это изображение некоторой плоской сцены или приблизительно плоской сцены то мы можем вместо того чтобы склеивать неизмененные фрагменты немножко их модифицировать например масштабировать мы знаем что при увеличении расстояния линейный размер объектов уменьшается поэтому будем строить текстуру из уменьшенных изображения то есть первую ближнюю часть изображения мы сделаем из изображений с оба разрешения затем следующую часть мы склеим из уменьшенных изображений и так далее каждую строку изображения ну точнее каждую полоску можно брать из фрагментов своего разрешения это параметры это параметры то есть он естественно не знает где плоскость проходит мы можем варьировать то есть в принципе мы можем здесь варьировать наклон плоскости то есть чем сильнее мы уменьшаем изображение тем нам будет казаться что плоскость наполнена сильнее Разумеется, для того, чтобы изображение было качественным, нам нужно постараться добавить параметры таким образом, чтобы плоскость виртуального синтетического изображения соответствовала плоскости фотографии. Как это определяет автоматически? Отдельный вопрос. В этих статьях он не рассматривается, хотя, например, если у нас есть куча людей, мы можем попробовать оценить по размерам лиц людей. Возможно, по размерам, а по низу, например, у нас такая частота, а если у нас есть куча, то более частота. Можно так, да. А вот это дельта? Да. Вот, соответственно, вот это изображение было построено путем клонирования достаточно небольшого фрагмента. Что? Пошли ли он так делся? Неудивительно, что фотографы не могли пройти мимо такой чудесной технологии. И в Америке был скандал. Как раз, когда спланировали несколько солдат, то есть была фотография о том, как Буша встречает солдата, то ли в Арахе, то ли еще и дед. Оказалось, что если не деться, то всего там, по-моему, пять человек, которые были раскиданы по изображению и шиты. То есть, фотография была, в общем, достаточно неплохая получилась. Вот, когда... Возьмите, тоже же так было, когда Кирилл наш приезжал, там им пас перерисовывали. В общем, там тоже было много лечений, видно, что они и те же люди с одним и тем же сумкой. Вот это можно делать как наручную, так, в принципе, автоматически. То есть, если есть набор изображений человечков, то накидав их на изображение, показав, кто дальше, кто ближе, мы можем найти оптимальные линии шивки и получить такое синтетическое изображение. Если я не ошибаюсь, помимо подделки фотографий, похожий подход иногда используется в кино. Ну, там, надо посмотреть, по-моему, на дуле фотографии, но, в принципе, ничто не мешает сделать это и для ветра. Но только больше вычислительных ресурсов для этого потребуется для склеек. Если мы можем таким образом склеить несколько изображений для текстуры, ничто не мешает нам сделать инструмент специальный, с помощью которого мы будем из серии пользовательских фотографий склеивать одну общую качество. Через год после склеить, по-моему, через год, сейчас посмотрим, вернёмся, с 2004-го, да, 2004-го, через год после шивки текстур предложили немножко модифицировать функцию, так что можно было сшивать несколько изображений. Пользователи просят задать некоторую разметку в виде мазков, то есть помасать те фрагменты изображения, которые точно должны быть взяты из изображения с нужным номером. Что за него есть? Всего доброго. По самому не может только луки и марганеры хорошо распознаются? Это не сейчас хорошо распознаются, а это статья 2004-го года, значит, работа была сделана в 2003-м, Виола Джонс появился в 2001-м. Поэтому ещё просто не успели. Сейчас мы можем. Собственно говоря, насколько я понимаю, алгоритмы, которые, там, щёлкаешь несколько раз, затем умный редактор делает некрасивый композит, они устроены вот примерно подобным образом. То есть, да, мы находим лица, детективуем улыбку, помечаем, соответственно, те лица, которые должны взять из какой фотографии, используем это как модифицирую разметку, а затем ищем похожие функции композиции.